Плановые периоды 2024-2025 года, ко второму чтению. Основные параметры бюджета городского округа на плановые периоды у нас утверждены решением городского совета депутатов отрицаторноября текущего года. Напомню, объемы. 2023 год доходы и расходы в размере 1,670,8 млн. рублей, соответственно, с дефицитом в размере 0,024 год доходная часть 0,611,1 млн. Расходная часть бюджета 1,622,114 млн. рублей с дефицитом 0,59 млн. рублей. Дефицит предусмотрен на покрытие за счет остатков бюджета за предыдущий период. Прогноз доходов бюджета сформирован с учетом сохранения преемственности краевых сценариев развития экономики на основе ожидаемых социально-экономических параметров развития города в текущем году, оценки исполнения доходов в текущем году, а также бюджетного законодательства Российской Федерации. В структуре доходов бюджета городского округа предусмотрены как налоговые и неналоговые доходы, так и безвозмездные поступления. Налоговая и неналоговая часть в проекте бюджета составляет 0,34% от общей суммы доходов по сравнению с текущим периодом с увеличением на 0,12%. Основные доходные источники по-прежнему у нас остаются налоги на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на совокупный доход, налоги на имущество. Налоги на доходы физических лиц предусмотрены с ростом на 9,5% к текущему году. Налог на прибыль организации предусмотрен с ростом 4,3% к ожидаемому исполнению текущего года. Налоги на совокупные доходы, это патенты и ОСН, составляют доли 14,6% с увеличением к ожидаемой оценки текущего года на 28,8%. Налог на имущество, это налог на имущество физических лиц и земельные налоги на уровне текущего года 2022 года. Доходы от использования имущества, платежи по пользованию природными ресурсами, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, штрафные санкции предусмотрены на уровне 2022 года оценки текущего исполнения бюджета. Безвозмездные поступления в проекте бюджета составляют 69,6% в общей сумме дохода. Безвозмездные поступления учтены на основании данных Министерства финансов Красноярского края в размере 1,161,070,000 рублей. Переходя к расходной части бюджета, хочу сразу сказать, что бюджет, как и прежде, сформирован у нас в рамках программного бюджета в размере 95%, в котором предусмотрены средства на реализацию 18 программ, 14 из них имеют финансовую составляющую. Прогноз расходов бюджета рассчитан на основе базового объема расходов 2022 года с учетом индексации коммунальных расходов при обучении продуктов питания для организации питания в муниципальных образовательных учреждениях, прочих расходов на текущее содержание учреждений бюджетной сферы с ростом на 5,4%. Учтено также увеличение фондов оплаты труда с учетом решения об обеспечении целевых показателей заработной оплаты в соответствии с указами президента Российской Федерации. По итогам рассмотрения муниципальных программ проекта решения были внесены поправки, в частности, были увеличены расходы на приобретение и установку автоматизированной системы сбора и контроля данных в отношении пассажирских перевозок в размере 360 тысяч рублей. Также при формировании бюджета ко второму чтению были получены замечания на зарослуживание прокуратуры. В проекте бюджета в соответствии с замечаниями включены расходы на оплату судебных штрафов, исполнительский сбор на сумму 585 тысяч по постановлению могилосудебных приставов, исполнение судебного акта в части содержания дорог в размере 3,5 миллиона включено в приоритетное направление к исполнению, и два замечания будут исполнены в рамках предыдущего содержания автомобильных дорог в пределах выделенных средств. Также предусмотрены в бюджете средства на уборку мусора и строительного мусора за счет средств текущего содержания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...